Тут у нас все продолжает красоваться мои цветочки. Смотрите, какие уже вымахали огромные. Класс. И вот здесь вот Юрин огурец. Он здесь все прополол, вырвал. Здесь только огурец. И вот он, смотрите, как плетется, плетется, плетется. И вот тут вот огурчик один растет. Красавица. Прикольно. Даже не думала, что что-то вырастет. И вот здесь вот есть второй маленький. Вот он. Растет малыш. Огурчик. Так что у нас уже тут два огурца. Ну, прикольно так приходить, смотреть. Все цветет. Смотрите, как свисает. Классно можно было сделать больше таких горшков и посадить побольше цветочков. И, кстати, они пахнут, когда заходишь. Например, на ночь балкон закрыт, с утра открываешь. И здесь есть такой легкий, еле уловимый запах. Давайте я вам покажу тут Юрины растения. Садовод он мой. Тут посадил мои перцы некоторые. Смотрите, они огромные вымахали. Здесь у него еще что-то. Вот эту штуку мы пострезали. Здесь какая-то дохлая петрушка. Здесь еще что-то растет. Еще что-то растет. В общем, непонятно. Но ему нравится ковыряться. Пускай радуется. Вот эта вот штука похожа на петрушку, но это не петрушка. Она очень такая горькая, я бы сказала. Какая-то критерная. Не знаю. Я это посрезала. Забыла, как это называется. Кто вот знает, напишите. Вот листики похожи на петрушку, но это не петрушка. Я вот помыла, разложила на пакетик, чтобы это все подсохло. Потом это все перемолю и сделаю вот такую вот приправу. Можно добавлять в супы, в какие-то блюда. Думаю, так будет намного вкуснее. Хочу вам показать, какая у меня вкуснятина будет сегодня на ужин. Это иуркин улов. Посмотрите, какая огромная. Это сом. Вот он. Он, наверное, как пол моей руки. Вот, смотрите, я держу его. Наверное, как две мои ладошки. Точно в длину. Даже две с половиной. Вот такой вот я его хочу пожарить. Это карасик, наверное, да? Вот такой большой карасик. Тоже толстенький. Вот такой еще. Еще один такой же есть по размеру. Вот. И два вот таких вот небольших. Один и второй. Получается шесть штучек. Вот эту большую точно хочу пожарить. И так хочу жареной рыбы. Как раз так недавно говорила, что хотела купить. И тут бах, ее расслабил. И вот эту точно пожарю. Еще, наверное, возьму вот эту одну. Вот эту тоже, наверное, пожарим. Остальные хотим три засушить. Тоже будет вкусно. Класс. Свеженькая рыбка. Супер ням-ням. Сегодня будет вкуснятина. Я не люблю, конечно, все это чистить. Будет Юра все это делать. Я только буду жарить. Но вот такую рыбу я просто обожаю. И вот мой вкусный ужин готов. Здесь рыбка. Наложила себе побольше рыбки. Чуть-чуть картофельного пюре. И вот такой вот красивый разноцветный салатик. Здесь еще целая миска. Возможно, еще себе добавлю. Так что пойду кушать. Я давно хотела рыбку. Ай, блин, как это классно, когда еще сами поймали своя свеженькая. Очень классно. Все, всем приятного аппетита. Везенка, пойдем тебя стричь такую лохматую. Пойдем тебя такого лохмача пострижем, да? Иди сюда. Иди ко мне, мой добрый. Ой-ой-ой, куда убегаешь? Куда? Стоим, Дизюн, стоим. Убегай. Там настричься не хочет. Все, идем пострижем тебя. Потом посмотрим, какая ты у нас красотка стала, да? Лохмач мой. Пойдем, Дизюнка, да? Пострижемся. Пострижемся, ай-ай-ай. Вы же красотка. Пошли. Что? Постригли Дизюна. Дизюлька, покажись. Что ты стесняешься, а? Ай, скажи, какая я красивая теперь. Цвет даже поменяла. Скажи, как будто бы и не я, да? Все, теперь ты у нас точно цвет сталь с золотом, да? Такая вот стальная. Пусик свое перевернула. Что ведь ей чесали. Иди сюда. Да, вот она какая. Вот, глинуши у нас что-то воспалились. И даже горячие такие. Ой, ты. Все. Будешь ты теперь у нас только корм есть, потому что у тебя уже аллергия на мясо и на все. Вот она какая у нас. Красотка. Постриглась, да, Дизюлька? Покажи, походи. Покажись ты какая. Покажись. Ой, все, на руки, все. Там же не могла сидеть на руках, когда мы тебя стригли. Ой, когда мы разговаривали. Гавкала на собаку другую, да? Иди к нам. Вот она какая. Красота наша. Да? Красивый такой цвет. Мне так нравится цвет ее. Что ты там? Кусаешь свою попку, а? Не попку, а хвостик. Хвостик. Ну, после стрижки где-то что-то. Ну, вот мне так нравится больше. Когда она такая, ей удобненько, ей не жарко, и ничего не лезет. Да, Дизюлька? Да? Да. Дейзя, не мешай, отойди. Нельзя. Иди, Дизюн, не мешай. В общем, смотрите, хотела вам показать, что мне только что принес курьер. Заказала корм. Сейчас мы перешли на Хиллс. Это уже, не знаю, может, наш третий пакет. Здесь с ягненком и с рисом, потому что на курицу у нее аллергия. Здесь ягненок, рис и полтора килограмма. Дальше закончилась у нее шампунь. Решила взять какой-то вот такой. Он недорогой, с маслом кокоса. И такая большая банка. Здесь 300, по-моему, 20 миллилитров или 350. В общем, 300 с чем-то. А, вот, 320 миллилитров. Вот такой вот шампунь. И пришла вкусняшка. Самое прикольное, что я заказываю в интернете. И в интернете намного дешевле, например, чем покупать в магазинах. Я даже сравнивала. Разница получается вот с такого пакета, ну, в 5 рублей. Домой вам приносят сами. И в любое время. И не надо никуда ходить. Поэтому тот, кто покупает корм, посмотрите в интернете. И у вас выходит вот с такого пакета разница в 5 рублей дешевле. Ну, это только с корма. С шампунем я, честно, не сравнивала. Но в любом случае приятно. Самое прикольное, что мне понравилось, что, смотрите, как приносят доставку. Единственное, что не в пакете. Вот, просто отдали мне корм. Отдали шампунь. И вот эту вот штучку отдали. Это просто заказала на разницу. Для того, чтобы была бесплатная доставка. Одну вот такую вот и все. И вот, просто вот так вот в руки. Блин, ну, мне кажется, могли бы положить все это в целлофановый обычный пакетик. Вот это вот завернуть, да. Или просто все вместе бросить в пакет, да. В какой-то целлофановый. Ну, блин. Причем мне не первый раз уже привозят. В прошлый раз заказала просто корм. Тоже без какого-то пакета. Ну, ладно, там корм, понимаю. Но вот это вот все дребедень. И вот это вот просто привезти вот так. Дейзюль, отойди. Вот уже хочет уже все. Дейзя. Нельзя. Нельзя. Просто привезти вот так вот без пакета. Ну, мне кажется, как-то это очень дико. И экономят на пакетах или что. В общем, не знаю. Но как-то мне не очень. Заказываю я, кстати, на Labric Buy. По-моему, да. На Labric Buy. Так что, кому интересно, можете заходить там посмотреть. Ну, и сравните цены. Я сравнивала. Там получается гораздо дешевле. Но вот это, конечно, без пакета. Это... Я не знаю, как это так вот прийти в руки дать. Обалдеть. Смотрите, уже сидит, ждет. Выжидает. Когда же ей дам? Ну, на уже, на. На. Все. Пошла она уже. Крадется, смотрите. Крадется. Ой, ой. Все. Пошла уже кушать свою вкуснятию. Смотрите, как лапки трясутся. Не знаю, ты ей-то и не ей. Подняла лапку, смотрите. Оп. Да, Исен, ты чего? Опускай ты лапку свою. Опускай. Ну. Так что, все. Пойду в шкафчик ее ложить. Все ее вкусняшки, ее корм. Шампунька новая. Будем пробовать. А у нас тут сегодня очень классный, жаркий день. И мы тут собираемся ехать, покупаться и позагорать. Так сказать, отдохнуть. Сегодня вообще, наверное, 30 градусов. В общем, так что выходной сегодня. И мы с нашими друзьями поедем в одно очень классное место. Находится недалеко от Минска. Я не знаю, сколько километров. Может, 30-40. В общем, немного. Сейчас быстро купим все самое необходимое. Прохладительные напитки, какие-то вкусняшки. И также заказали суши. Ааа, класс. И поедем купаться. Ааа, и едем. Что мы будем занять? Суши? Сколько нам ехать? Минут 30? А, живки, это Саша брал. Ну, кинь на стол, пускай кто хочет возьмет. Там вот уже заход. Так мы давайте раскладывать будем, может быть, их уже, эти суши. Ой, вкуснота какая. Это вообще, по-моему, одинаковое, да? Или нет? А, да. Нет, разное. Вот тут вот суши. Не открывается? Класс. А вот здесь такой бережочек. Все, мы уже вернулись домой, накупались. Я вот вроде бы была загоревшая. Смотрите опять, красное лицо. Тут, тут сгорело. Жесть, вода как-то все соки забирает. Как-то такая устала, если хочется полежать, я не знаю, прям поспать даже. Можно разобрать кучу вещей. И тут валяется. Все, и тут все валяется. Нас тут еще угостили вкусняшками. Смотрите, кукурузка своя. Ням-ням. Дальше что нам тут еще? Вареница. Яблочная такая вот банка. А здесь вообще абрикосовая. Класс. Я даже не помню, куда я ела абрикосовое варенье. Например, с творожком можно. Вот нам еще тут что дали. Это гристики, грибки. Обалдеть. Буду готовить. С них вкусноту. И здесь наши вещи разобрать. И вот эта вот бегает красотка здесь. Ой, да, пакетики, так что накупались. Обалденно. Будем сейчас вещи разбирать. Накупался? Да. Я должен всегда видос заканчивать как-нибудь вот так вот. Ну, с каким-нибудь лицом таким. Ну, или еще что-нибудь такое. Приклами. Да, так что давай уже разбирать все. И... Ой, устали уже. Пойдем отдыхать. Всем пока-пока.